здравствуйте в сегодняшнем видеоролике я вам покажу как был реализован дизайн проект офиса площадью 300 метров квадратных вот причем достаточно сжатые сроки делал поэтому визуализации я вам не покажу но при этом покажу что было до ремонта и что получилось по факту итак первое что мы видим при входе в офис это лестничная клетка так как офис находится на втором этаже поэтому нужно было сделать как вход так и лестничную клетку качественных материалов и чтобы было красиво таким образом выглядело до ремонта поручни были конечно заменены были уложены керамические ступеньки для того чтобы было достаточно много света были разные варианты освещения ну решили остановиться на варианте сделанного его под заказ светильника из акриловой трубы которым внутри проложенные 4 лет ленты на всю длину таким образом светильник дает достаточно много света по всем плоскостям лестничной клетки при поднятии наверх попадаем в зону рецепции которая использовалась достаточно много разных материалов но получилось очень красиво стена была выполнена из 3d панелей гипсовых также нижняя часть из планированных деревянных панелей для того чтобы меньше затирались стены а стена рядышком на которой состоял большой гидрант пожарный который все же не решились переносить хотя можно было попытаться согласовать перенести его в место но решили оставить его на месте единственное что его задекорировать черным стеклом что в итоге получилось очень круто при том что по деньгам это обошлось достаточно недорого вот стена которая была над лестничной клеткой на ней обстояли также все щитки с вводами электричества в помещение было принято решение ее полностью убрать и поставить стеклянную перегородку чтобы было в этом глубоком помещении много света так как это зона рецепции и здесь должно быть приятно находиться много света ну и быть лицом компании вот этой зоны расходятся коридоры в разные стороны стены покрашены фактурной краской двухцветной а плинтуса сделаны из алюминиевого уголка изначально хотели заказать оригинальные алюминиевые плинтуса но хоть они и красивее немножко но оказались в три раза дороже чем купить в строительном магазине алюминиевый уголок шириной одна полочка 2 сантиметра вторая полочка 6 сантиметра вот сочетание керамической плиткой под мраморный пол выглядит очень стильно двери все делались под заказ в компании которая занимается шпанированием плит вот они просто зашпанировали плиту из массива дерева вот мы добрались до кухни в кухне был такой вот необычный короб в нем было спрятана бетонная конструкция которую нельзя было демонтировать вот но тем не менее ее благополучно закрыла кухня своей мебели также так как офис достаточно большой и стояла задача сделать кроме вытяжки приточную вентиляцию кондиционирование практически все оборудование удалось разместить на потолке в кухне площадью где-то 10 метров квадратных таким образом можно посмотреть что осталось от потолка на кухне так как оборудование должен быть доступ именно в кухне вы решили сделать потолки из армстронга так как он легко снимается и есть доступ всегда к оборудованию для того чтобы его почистить и обслуживать в санузлах интересное было то что высота потолков получилось очень низкая из-за того что над всеми санузлами расположены воздуховоды которые идут из подземного паркинга здесь чем высота потолков получилось впритык около двух метров при том что нужно было еще туда завести вентиляцию из самих санузлов которая выходит совсем другом месте фотографии реализованных кабинетов я не все смогу показать к сожалению но тем не менее большинство у меня есть этот первый кабинет который находится за стенкой рецепции вот стена в которой раньше был проем сейчас она глухая и получается это как задняя стенка рецепции на таким вот образом решен потолок в данном случае потолки решались шпонированными плитами по обычному каркасу от армстронга вот следующий кабинет самый большой по площади ну и в нем самое большое количество работников видим перегородка которая была немного изменена но тем не менее осталось приблизительно на том же месте вот которая в данном случае отделяет нам нас кухню от кабинета ней также было сделано окно чтобы в кухне попадал немного огневного света стены также нижняя часть стен во всех кабинетах отделана шпанированными плитами была возможность это сделать применили такой способ вполне возможно то же самое сделайте обычными видами дсп ламинированными более дешевый вариант но и выглядит будет более дешево так второй большой кабинет на 4 рабочих места колонны были задекорированы зеленой стеной на стенах шпанированные панели также стены это декоративная покраска это что-то среднее между штукатуркой и покраской потолок решен также в каркасе от армстронга с панелями из шпанированных панелей с сочетанием из гипсокартоновым потолком именно в котором проложены трубы вентиляции и кондиционирование как обычно бывает самый основной кабинет который должен был быть кабинет переговоров также и директорский кабинет оказался самой неудобной планировкой так как он очень длинный и узкий и имеет очень маленькие окна в связи с чем в нем очень мало света но тем не менее удалось решить эту проблему благодаря белым стенам также сделаны из шпанированных плит правда покрашены не в белый цвет по фотографиям сложно сказать что это именно деревянные панели но тем не менее так она и есть качестве декора на стену кабинет переговора чтобы как-то разбавить большую длинную плоскость был сделан на стекле рисунок в карты планеты таким образом появилось какое-то пятно разбавляющее это большое пространство часть стен в кабинете была сделана декоративной штукатуркой как я уже сказал кабинет был достаточно длинный нужно было разбить на зоны вот таким образом была отделена зона отдыха которые будут в будущем стоять диванчики столик вот ну а там бы уже поставили освещение кстати было решено достаточно интересно все светильники которые выглядят длинными полосами были сделаны при помощи гипсокартонового профиля сотого вот на которой было приклеено в два ряда флэдовская лента а потом по каркасу от армстронга уложен обычный такой матовый белый акрил в связи с чем получилось очень симпатично и достаточно экономичный вариант как по электропотреблению так и по самим светильником так как сделать под заказ такие же светильники предлагали в раза три дороже чем вот получилось сделать самому и так на этом у меня все если понравилось видео подписывайтесь ставьте лайки думаю в будущем будет еще не одно и не два видео как по ремонту так и дизайну возможно даже постройки будут вот ну у меня все всем пока